здравствуйте среда на календарях вот наконец-то мы добрались до 14 ноября в студии по-прежнему во быстрых жене зимник и это конечно же программа новый день всем доброго дня а доброго потому что сегодня мы будем говорить о доброте накануне отмечалась очень теплая дата всемирный день доброты только хочется сказать я люблю тебя вова мы сегодня пригласим к нам в гости волонтеров из приюта для животных этот приют мы еще не показывали на нашем телеканале поэтому сегодня отличный повод познакомиться с ребятами воочию а еще сегодняшнего дня в нашем эфире будет выходить еженедельная рубрика связанная с животными что очень полюбилась нашим телезрителям различные зверюшки кошечки кто у нас там еще был собачки собачки кролики поэтому друзья мы каждую среду теперь рубрика про животных а сейчас мы переходим к шахтеру наших ангарских газет книги кондратьевой узнаем что же она нового раскопала в этих самых газетах но и заодно узнаем кто же победил в предыдущем конкурсе всем привет сегодня 14 ноября думаю что я вас этим фактом не удивила а то что сегодня национальный день маринованных огурчиков неожиданный поворот событий держу пари вы не знали об этом но о чем вы точно должны были знать или догадываться так это о нашей игре я знаю ангарск которая проходит каждую среду и по итогам которой я раздаю подарки от спонсоров так 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 выбрать победителя было трудно сначала правильных ответов близко не было в комментариях посту а в понедельник поднялась настоящая дискуссия и спор между участниками игры сначала вспомним вопрос прошлой игры от 7 ноября 1989 году в ангарске 42 миллиона чего-то или кого-то фигурировала как подсчет за девятимесячный период а что же скрывалась под таким большим числом для начала прочитаю вам варианты наших телезрителей 42 миллиона переработанной нефти субсидий погибших во время второй мировой войны из печеного хлеба хороший вариант кстати квадратных метров жилья тон зерна голов скота выбросов в окружающую среду литров бензина литров воды марлевых повязок трамвайных пассажиров почему именно трамвайных растений яиц киловатт электроэнергии цыплят денег на благоустройство города еще куча куча других настоящих вариантов фуф я аж устала похоже что 42 миллиона это количество букв ваших комментариях ну а теперь истина ту-ду-ду-ду специально накаливаю атмосферу коллектив ангарской автоколонны перевез за 9 месяцев 42 миллиона ангарчан тадам сейчас вы испытываете несколько вариантов эмоций либо я вот так и знала либо я рассчитывал на более интересный вариант либо а что вообще сейчас происходит я с телеканала культуры переключился кто следит за комментариями нашей передачи в инстаграм к примеру мог увидеть что правильных ответов было несколько но победитель все-таки один и зовут нашего догадливого фаворита иван шмелев бегом к нам студию за вкусным сыром бурата от спонсора недели магазина сиперма также хочется отметить нашу подписчицу и телезрительницу ирину хвойнову которая очень активно участвует во всех наших конкурсах последнее время ирина предложила также большое количество вариантов а один из них написала также про транспорт и пассажиров практически одновременно с иваном мы решили ирину отметить и вручить ей также подарочную корзинку с лакомствами от сипермы а теперь вопрос для нашего сегодняшнего выпуска будете целую неделю гадать лекарства белой тайги так называют средства сибирской народной медицине еще в прошлом веке ученые заинтересовались этим снадобьем но не нашли в нем ничего целебного а народ считал что это средство лечит от рака до изжоги из чего сделано лекарство подумайте хорошенько а лучше еще раз прослушайте вопрос как только вас осенит пишите ваш вариант ответа в социальных сетях нашей программы новый день да да и ставим хэштег я знаю ангарск 14 ноября ни пуха ни пера вам сибиряки в 1998 году во время проведения токийской конференции движение за доброту было принято решение об учреждении нового праздника он получил название всемирный день доброты а в россии первый раз он появился в календаре значимых дат в 2009 году у этого невероятно теплого праздника даже есть свой символ представлены французским художником орелем виде открытого сердца традиционно люди в этот день дарят цветы и делают комплименты говорят о любви родителям и своим близким участвуют в благотворительных мероприятиях а также делают пожертвования кстати вот сейчас важная информация запоминайте все добрые люди и вот всем злым приводите в пример что благодаря исследованиям ученых выявлено добрые люди живут живут дольше примерно на 9 лет болеют меньше у них сердце более здоровое иммунитет выше а также у этой категории граждан в большом количестве вырабатывается гормона удовольствия так сами так называемые эндорфины которые являются природным обезболивающим представляешь тебе зуб болит никакие там народные средства не нужны просто порадовался жизни все зуб прошел не понимаешь что потому что ты злой да необходимость в таком дне абсолютно точно есть потому что последнее время на нашей планете есть место агрессии последнее время еще и политическая агрессия какие-то конфликты вечные и так далее и вообще я считаю что это чтобы делать добро не нужен какой-то отдельный праздник нужно просто делать его и все и быть здоровым вот только из корыстной цели больше не из какой полностью согласен что нужно совершать хорошие добрые поступки по зову сердца независимо от от национальности от вероисповедания просто радовать себя и окружающих добрыми поступками ну а мы продолжим вас радовать добрыми поступками после небольшого сюжета наших гостях 11 мая 2017 года в ангарске появился приют для бездомных животных сейчас там работает 15 волонтеров которые пристроили за это время 50 собак зоозащитники вместе со своими подопечными пережили вспышку чумы сколько сил времени средств и нервов было потрачено а слез выплакана девушки стараются не вспоминать у нас все по графику как бы волонтеры все у нас ездит по определенному графику мы кормим собак также у нас ну как бы работник проживает на территории который нам готовит еду это люди помогают конечно и пеленками вот сейчас у нас очень у нас сейчас щенки появились а поэтому мы остро нуждаемся в пеленках как бы как бы мясное вот крупы у нас это самое ходовое что у нас есть как бы все собачки но здоровые сытые все адаптированные социализированные очень дружные так что можете приходить к нам за питомцем у приюта есть и постоянные помощники среди предпринимателей но этой помощи конечно не хватает ведь количество беспризорных животных только растет и пока проблема не достигла критической отметки из-за неравнодушия и самой чистой и искренней любви простых ангарчан к животным когда сердце кровью обливается от одной мысли что живое существо умрет очередной зимней ночью от холода тогда приходится действовать самому всего в питомнике содержится 25 собак вот например вот это берта попала сюда ровно год назад будучи щенком люди нашли ее на улице территория питомника небольшая и принимать сюда животных просто некуда будок и вольеров не хватает часть животных в том числе кошки живут в квартирах у волонтеров при избытке животных может возникнуть опасность вспышки инфекции волонтеры тщательно занимаются животными и в плане здоровья стараются незамедлительно вакцинировать и стерилизовать прежде чем привозить сюда после операционных собак и тех что после дтп и пострадавших от рук людей временно содержат в отдельном вагончике в приюте есть и три сторожила это четвероногие которые проживают теперь здесь постоянно преданные бездомыши с честными глазами сидят и терпеливо ждут своего хозяина которому они будут самым дорогим другом на свете в продолжении темы о животных предлагаю объявить нашу новую рубрику называется она живая среда дело в том что она будет выходить каждую среду и в ней мы будем общаться со специалистами в сфере здоровья животных а также с хозяевами самых классных питомцев клёво а также мы будем разбирать новые породы животных знакомить вам вас с какими-то экзотическими видами представителей фауны общаться о лечении о питании братьев наших меньших но у нас в гостях волонтеры зоозащиты катерина сахарова алена пятницкая анжелика рогачева привет девчонки привет привет девчат ну для начала мы конечно хотим сказать что вы большие молодцы вы делаете такой важный труд вы спасаете животных расскажите как попадают к вам такие милые собачки и давайте их тоже представим но у меня на руках сейчас шанти девочка щенок кори коробки найдены 4 щенка были привезли привезены к нам в приют не в приют а на передержку поэтому ищет дом ну а со мной сидит заур который к нам попал два-три месяца назад тоже с улицы нашли давайте расскажем объясним всем чем отличается приют от передержки мы не мы не разводим собак мы берем собак у нас временная передержка мы им ищем дом стараемся подбираем лечим ищем дом пристраиваем то есть у нас собаки не живут постоянно как приютах мы стараемся их все-таки пристроить то есть вам нельзя привозить животных к сожалению мы ограничены в пространстве и если мы пристроим этих животных конечно мы можем взять новых но на данный момент при передержка сейчас переполнена и как бы мы не берем пока раскрыть а как вот сочетаются такие разные породы большие маленькие собаки у них у каждого есть какой-то отдельный вольер или они вот прям дружно живут вместе да они проживают все в разных вольерах но когда они вырастают начинают делить территорию то есть мы периодически меняем их местами то есть где-то по двое сидят собак где-то 45 то есть зависимости от их дружбы как они вот знакомятся и переживают но живут вместе но для начала естественно это звонок животных видят либо в соцсетях либо где-то выходит объявление мы созваниваемся приезжаем в идеале когда приезжают будущие хозяева пару раз общаются животным смотрим смотрим мы на хозяев устраивают нас или нет потому что все животные у нас выстраданные вложена душа и отдавать кому попало тоже не хочется поэтому идет отбор и хозяев и животных заур лежит сценарий как бы намекает о том что хорошо написан сценарий двух зайцев одни выстрел расскажите пожалуйста а мы заговорили сейчас про социальные сети давайте сейчас сразу скажем как вас можно найти чтобы посмотреть какие сейчас вас животные на передержке может быть кто-то прямо сейчас заинтересуется и захочет приехать к вам чтобы обрести себе нового друга но в инстаграме есть наша страница это четыре лапы и хвост есть также страница помоги выжить 38 ну и собственно больше именно наших аккаунтов нету мы пользуемся другими двумя слушайте я видел вот в социальных сетях что у нас в городе разбрасывают какую-то траву правда ли это да это правда это кто делает ну хорошо мы не знаем кто это делает но да и считаю что это те люди которые боятся собак ну то есть вот на заправках бегают гаражных кооперативов много собак бегает всего того что боятся нападок на их детей на них поэтому они вот разбрасывают найти эту траву то есть получается от этой травы могут пострадать как бездомные животные так и домашние животные которые просто прогуливаются да уже очень много было случаев что погибли страшно что собаки не всегда обязательно съесть туда траву бывает необходимо только понюхать и там уже начинают необратимые процессы сейчас собаки нет как своих питомцев беречь на траву намордники родительность наверно хозяев есть какие-то возможно места куда не стоит идти гулять с питомцем а сейчас не предугадаешь как бы это везде просто я еще не понимаю как как же маленькие дети если вдруг найдут она очень похожа на витаминку знаете как в детстве нам давали очень похожи на эти витаминки если дети гуляют мне кажется ну могут взять в рот это но я человек это не опасно мы не знаем не был случайно пока нету данных официальной экспедиции раскрыть и сколько вот сейчас у вас животных держится на передержке и это только собаки либо еще кто-то сейчас на нашей конкретной передержке у нас около 30 собака у нас есть две кошки к сожалению одну кошку не увидели у нее котята но мы еще не видели она еще не выводила и у каждого волонтера тоже по несколько животных можно сказать что конкретно у нас больше 40 животных сколько волонтеров у вас 15 активных 15 расскажите пожалуйста как вообще люди становятся волонтерами как вы стали волонтерами вообще как вам желание мне кажется любой человек может стать волонтером любовь к животным желание и действие действовать помогать все что нужно вы берете в свои ряды новобранцев конечно с удовольствием чем больше тем лучше в чем вообще заключается вот работа волонтеров помогать ухаживать кормить гулять лечить играть я сейчас понял что у вас у каждого своя функция все все организационные моменты остальные делать мы понимаем что у вас 30 40 питомцев это очень масштабно и как вы содержите как кормить и возможно вам помогают какие-то организации где брать такие бюджеты чтобы прокормить целую стаю собак волонтеры это люди которые помогают по собственному желанию да то есть многие думают что нам платят за эту зарплату подскажите адрес мы придем за зарплату в основном мы существуем на наши деньги скинулись что-то купили бывает также помогают предприятия но очень бы хотелось чтобы предприятия больше вовлекались в социальную активность помогают сторонние люди когда привозят и корм привозят покупают нам помогая где-то там с передвижением ведь свет лечебницами у нас некоторыми есть договоренность они нам делают скидку на какие-то процедуры сейчас тот же осмотр допустим они нам проводят спокойно бесплатно а вот скажите у зауров рожденная патология которая очень тяжело лечится практически в принципе не лечится сейчас у нас вопрос стоит о том что делать этой лапой менее ветеринаров разделились кто-то говорит убираем лапу это говорит что можно восстановить но это очень сложный трудоемкий процесс в данный момент у нас нету конкретного вердикта что с этим делать ну и наверное заключительный вопрос мы вам зададим вот смотрите на различных автостоянках на территории садоводчеств очень много сторожевых именно собак эти собаки ну вот они бывают что плодятся и оттуда получается большая численность бездомных именно собак как вы относитесь вообще к такому и нужно ли там стерилизовать эту собаку ну мы за стерилизацию если собака не титулованная если она не идет в разведение то конечно мы за стерилизацию потому что естественно численность увеличивается и начинается на территории приказы убрать собак убираются они чаще всего ликвидируется так что мы с удовольствием чем можем поможем организациям которые на своей территории захотят стерилизовать собак насколько мы сможем с удовольствием давайте тогда еще пару слов вот нашим телезрителям тем кто видит бездомных собак тему кто может быть я не знаю прямо сейчас захочет вступить в ваши виды чтобы помогать в общем по обращение к нашим телезрителям какое не давайте ну очень бы хотелось чтобы люди стали добрее чтобы не пугали не пинали бездомных животных это тоже жизни которые хотят это животные которые хотят жить им тоже бывает тяжело и хотелось бы чтобы люди были ответственнее своим питомцам не плодили животных на хотелось бы еще отметить чтобы люди видя на улице собаку либо кошку они проходили мимо хотя бы там наливали воды давали какой-то какой-то кусочек там хлебушка либо корму допустим я вожу с собой в машине корм для собак чтобы чтобы голодающие собаки на улице ну хоть маленько но были цветы да и самое главное если нет желания помочь и нет возможности вы как максимум можете не обижать это животное пройти мимо спасибо спасибо вам девушки я думаю что мы вот так вот вместе общими усилиями попробуем сделать наш мир чуточку добрее проблема бездомных животных остается нерешенной по сей день что можно сделать чтобы помочь начните себя не становитесь частью проблемы знаете и учитывайте потребности питомца не забудьте купить хороший ошельник и повесить на него адресник с телефона терроризуйте их ведь котята и щенята которых отдали в добрые руки могут оказаться на улице размещайте ссылки на сайт в своих социальных сетях возьмите на передержку бездомное животное пока ему не найдутся хозяева приютом всегда нужен корм для животных лекарства пледы одеяло и много многое другое станьте волонтером помощники очень нужны автоволонтеры для перевозки животных и доставки помощи в приюты часто нужны добровольцы для административной работы помогайте найти с потерянным животным отведите потерянное животное к ветеринару напишите объявление в социальных сетях раскрыть на улицах и сами просматривайте объявления о пропажах организуйте временный дом или придумайте вариант передержки если хозяин не находится нужно стерилизовать животное и найти ему новых хозяев гороскоп на 14 ноября овин в этот день вы можете получить знаки внимания и даже вполне материальные в виде подарков или выполненных партнерами просьб телец максимально проясняться ситуации появятся ответы на важные вопросы от которых зависит какие строить планы и с кем иметь дело близнецы сдерживайте свои реакции находите веские аргументы в любовных отношениях лучше меньше говорить рак для покупок время неудачное но возможны крупные траты на другие цели лечение оздоровительные процедуры санаторный отдых лев на редкость энергоемкий многообещающий день план и задачи лучше рассматривать глобальные дело что-то меняется и это время осложнений когда нужно продумывать новые схемы взаимоотношений чтобы следовать своим целям весы приятные события происходят на домашней территории в семье возможно разного рода сюрпризы приглашение и развлечение скорпион этот день обещает успехи на любом поприще но вам лучше избегать лишней драматизации отношений не накручивая себя стрелец старайтесь ограничить контакты внешняя форма выражения чувств и эмоций может не соответствовать внутренним потребностям козерог вы можете отказаться от старой формы контакта пользу новой и вам нужно подумать что устроит лично вас водолей постарайтесь обойтись без критики обиды могут возникать немотивированно и с весьма нежелательными последствиями рыбы могут исполниться мечты поступят предложения или информация о возможности расширения перспектив в будущем